Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который дает старт году семьи. Любые трудности можно одолеть, когда страна едина. Россия как большая многодетная семья, где всегда помогут и поддержат. Защита семьи, родительства и детства. Год семьи – это не просто ключевая линия развития страны. Это важнейшая часть нашего суверенного мировоззрения, подчеркнул президент России. Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там придают забвению и традиционные семейные ценности. А мы напротив будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны. Наши традиционные ценности на первом месте. Институт семьи и наше национальное богатство отмечает Владимир Путин. Не случайно открытие года семьи проходит на площадке выставки форума «Россия», где представлены наши достижения. Сергей и Асоль Мишарин из Сыктывкара в числе тех, кто зажег огонь большого семейного очага страны. От большого пылающего сердца маленькие очаги в лампадках разлетелись по 12 регионам страны. В республику Коми частицу огня года семьи молодая пара доставила самолетом. Непростая, но приятная ответственная миссия. Эстафету семейного очага сначала примут наши муниципалитеты, а после лампаду любви, тепла и уюта передадут в Архангельск. «Очень, на самом деле, сложно. Самолет укачивал оттуда-сюда, но я старался, держал равновесие у самого очага. Очень ответственно, мы не выпускали его из рук ни на секунду. Это большая гордость и очень большая ответственность. Очень теплое мероприятие, была торжественная церемония зажжения семейного очага. Мы очень рады, что мы присутствовали на этой церемонии, что были первыми, и мы будем рады передавать этот семейный очаг». Сергей и Ассоль не случайно стали послами года семьи. В декабре на выставке «Россия» в День Республики пара сыграла свадьбу в национальных традициях. Пока детей нет, но есть желание стать многодетными. «Очень хорошо, что глава Республики Коми уделяет этому вопросу большое внимание. Я знаю, что сейчас, к примеру, вышел указ, что если женщина будет рожать до 24 лет, то она получит 500 тысяч за первого ребенка. Очень хорошо, что в нашей Республике поддерживают молодые семьи». А вот Мишарин и Ужей на открытии года семьи в Коми. Здесь же победители конкурса «Лучшая многодетная семья республики» – Шуктомовы из села Ипс и Ктовдинского района. Воспитывают шестерых детей. Из Карткировского района приехали Панюковы – лауреаты премии имени Александра Католикова. У них девять детей, шесть – приемные. Андреевы из Ухты с шестью детьми награждены орденом «Родительская слава». Михайловы – семья участника специальной военной операции. Чита Лобановых, уже прожившая в супружеском браке больше полувека и награжденная медалью «За любовь и верность». И семьи династии – артистов, педагогов, спортсменов, врачей. Все они – нравственный ориентир для общества, пример для молодежи. Год потратил на меры протяжки семьи, семей, ребят, которые военные. Он почти 9 миллиардов рублей. 9 миллиардов рублей. Год семьи в Коме спланированно обещают быть насыщенным. Каждый месяц тематический. Февраль – спортивная семья, сентябрь – сельская. Будут месяцы, посвященные многодетной, молодой семье. Будет много событий, посвященных сохранению традиций и ценностей. Самое главное – все с широким участием самих семей. Семья – это труд. Друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастливо жить одного невозможно. Много предстоит разъяснительной работы. В год семьи республика ввела беспрецедентные меры поддержки. Региональный семейный капитал теперь 300 тысяч рублей. Родившим до 24 лет первенца – полмиллиона. В 10 раз увеличены пособия на продукты беременным и малоимущим кормящим мамам. Появился дополнительный материальный стимул у медиков за сохранение и ведение беременности. Многодетным помогают в покупке транспорта и жилья. Если в 2021 году региональную субсидию на покупку дома или квартиры получали семьи, где 9 и больше детей, то уже сегодня – от 6. 6 и более детей в этом году, семьи, получат выплату, субсидию на приобретение жилья или квартиры. Причем это соразмерно потребности большой семьи. Условно говоря, 8 человек, 6 деток и мама и папа, исходя из нормы квадратного метра, исходя из стоимости рыночной сегодня на территории Республики Коммерс. И дальше они сами определяют. Они будут купить дом, потому что это большие деньги, это миллионы. Они будут купить квартиру, то есть по рынку они купят те квадратные метры, которые им нужны на большую семью. Соответственно, в 25-й год у нас 5 и более детей. У Владимира и Любови Кулеминых 8 мальчиков и 5 девочек. Старшему за 30, младшему – 11. Рядом с общесемейной фотографией самая ценная награда – Орден «Родительская слава». Республика помогла решить жилищный вопрос Кулеминых. Как и говорит глава семейства Владимир Кулемин, сегодня многодетные семьи Республики получили заслуженное внимание и уважение. За все прошлые годы мы сильно не чувствовали, практически не чувствовали. И только с приходом нового главы мы реально увидели помощь и желание помочь многодетной семье. Семья – это любовь и счастье, но это ежедневный труд. Особенно, когда детей много. При этом с каждым годом Республика прирастает большими семьями. Сейчас в Коми их больше 11 тысяч. Лучшим семьям вручают медаль Республики Коми за достойное воспитание детей, а также Орден «Родительская слава». А к ним – денежные премии. Поддержку Республики чувствуем. Мы получили и материнский капитал, и региональный капитал, и участок земли. Многодетная семья – это, конечно, очень сложно, очень трудно. Это, конечно же, нервы, бессонные ночи. Это вот такие сборы, что у нас еще даже не все успели подъехать, не все успели собраться. Но вместе, наверное, мы сила. Поэтому нам все вместе очень хорошо. Важно, чтобы семьи создавались, пополнялись и не распадались. Именно поэтому программа поддержки в Коми рассчитана не только на год семьи. За первые три года особого внимания к семьям с детьми в Коми планируется увеличить рождаемость на полторы тысячи. Именно семья дает понимание многих простых, но важных истин. Семья – это опора будущего республики и страны.